В спортзале детско-юношеской спортивной школы «Виктория» около 200 участников, 8 команд из муниципалитетов юга Краснодарского края и Черноморского побережья. От имени главы муниципального образования, от имени управления образования я хочу поздравить вас с этим замечательным мероприятием. Я надеюсь и выражаем общее мнение, что победит у нас с вами дружба. Все остальное приложится. Спартакиада работников образования. Участники, в основном, тренеры спортивных школ и учителя физкультуры. В Анапе такой турнир проходит впервые. Это и почетно, и в то же время позволяет, скажем так, на месте все это проверить организационные способности, потенциал свой. Это посмотреть наши спортивные резервы, наши, это же большинство тренеров, учителей физкультуры, именно вот, скажем так, лучшие кадры. В программе сдача нормативов в комплексах готов к труду и обороне. Ксения из Туапсе разминается вместе с командой. Помимо ГТО она сыграет в волейбол, которым увлекается с четырех лет. По профессии преподаватель русского языка и литературы считает, что спорт необходим, если работаешь учителем. Если ты всю жизнь, как бы, да, с детства занимался спортом, увлекался спортом, то дисциплина, выдержка, да, это все присутствует, конечно же. Это, конечно, помогает в профессиональной деятельности. И среди детей какой-то появляется авторитет, да, поскольку если учитель занимается спортом, то и дети будут, естественно, заниматься спортом. Ну и, конечно, это здоровый образ жизни. Соревнования по волейболу проходили в седьмой школе. Там же шахматы. Среди участников турнира много учителей математики и физики. В настольный теннис сыграли в школе номер шесть. Все результаты равнозначны. Анапчане в финале. В прошлом году команда города-курорта заняла второе место на краевом уровне. В этом рассчитывают повторить результат. Готовились основательно, но спорт есть спорт. И ждет встреча с достаточно сильными соперниками. Александр Ребекко, Михаил Попов. Анапа. Регион.